Доброе утро, уважаемые слушатели и зрители, поскольку данный формат идет и в видео, и в аудио формате. В Петербурге утро. Видите, какое утро в Петербурге. Скоро вообще будет тьма. Итак, это новый выпуск моего подкаста «Клуб Интернет-Буржуя». У меня в гостях Наталья Бравикова. Твоя камера, я тебе передал микрофон. Комсомолка, спортсменка и просто красивая девушка. Но на самом деле счастливая, многодетная мама. Я, конечно, могу сказать, уважаемые зрители, попробуйте угадать, сколько у нее детей. Никогда не угадаете. Я думаю, для большинства это такая цифра. Пять детей, один мальчик, четверо девочек. Правильно я помню, да? Абсолютно. Старшему? Двадцать четыре будет. А младшей? Три. Отлично вообще. Представься, кто ты. Добрый день, коллеги. Наверное, сейчас я себя ощущаю просто вот как Наталью Боровикову. И я, когда меня Андрей пригласил, поняла, что я просто хочу приехать к Андрею, просто поговорить на те вопросы, которые он задает, потому что я верю, что вопросы остаются. Даже если они не находят сразу ответа, они трансформируют нас. И я люблю твои вопросы. То есть ты поскромничала, да? То есть Наталья Боровикова является лицом крупной консалтинговой компании B2B, которая на рынке уже… Отличается с 2000 года. С 2000 года, 18 лет. Ты там скромный, именуешься обычно как научный руководитель. Нет, я уже лет пять директор по развитию. А, директор по развитию теперь, да? Да, коммерческий директор. Коммерческий директор по развитию, вот замечательно. Среди клиентов компании такие как? Ну, некоторое время назад мы приняли стратегию, которая направлена на крупных федеральных заказчиков. И стратегия называется 30+. То есть мы фокусируемся на том, чтобы работать с 30 крупнейшими клиентами в России. И именно российскими компаниями, государственными, частными. И это большие клиенты, потому что мы весь бизнес перестроили по то, чтобы решать их задачи. И стратегия называется еще глубокого присутствия. 30+, глубокого присутствия. Мы развиваемся с клиентом в его интересах. Поэтому понятно, что есть «Газпром», есть «Газпромнефть», есть «Ростелеком», ну и другие крупные партнеры, которые нам доверяют. Я почему такой контекст ношу, да? Потому что, ну, пришла Наталья, да? То есть, может, у нее там муж-миллиардер, и она сейчас будет рассказывать, как она сидит дома, воспитывает своих детей. Ну, может, в параллельной реальности какой-нибудь я живу и такой жизнь. Да, да, да. Муж-миллиардер. Самый частый запрос, да, вот, женщина-предприниматель, моих учеников, да, учениц, она предприниматель, успешный, при этом дети, муж, как это все балансировать, как, вот, и поскольку я с тобой, когда еще там 3 года назад, 3 или 4 года назад мы с тобой писали, у тебя было четверо детей, да? Ты тогда уже, это было редким исключением, которое много детей, женственно, красиво, при этом ведет бизнес, при этом я вижу, что в твоем бизнесе в основном работают мужчины. Много. Первый вопрос, как мужчин заставить работать на себя? Мужчина не может работать на женщину, он может работать только на свои цели. Поэтому все, что можно сделать, это понять, насколько его цели вмещают то, что станет целями бизнеса. То есть цели мужчины должны быть существенно больше, чем те цели, которые интересны в рамках бизнес-достижений. И я вообще верю, что для мужчины самое важное дело и возможность реализовать себя в деле, наверное, это самое главное. То есть вот создание пространства, в котором мужчина понимает, что у него есть цели полагания, и это сложная практика. То есть этим надо заниматься каждый, мне кажется, месяц. То есть говорят о том, что нужно ставить годовые цели. Я считаю, что к этому нужно постоянно возвращаться, то есть как-то соотноситься и с этим научиться работать в постоянном режиме. И вот это ощущение среды, в которой мое дело реализуется. То есть это должно быть его делом, каждого из мужчин, неважно, какую позицию он занимает. И тогда начинает происходить вот эта сонаправленность векторов, в которой все начинают выигрывать. Потому что иначе мы могли бы не встретиться и не договориться, и все бы тянули в разные стороны. Мы как-то встретились, договорились и стали двигаться. Кто-то будет идти с одной скоростью, кто-то там более медленно. Но вот очень важно, что мы какой-то путь пройдем вместе, в котором и им будет хорошо, и бизнесу будет хорошо, но и, соответственно, мне будет хорошо. То есть ты формируешь для мужчин такую цель, или ты формируешь такую цель компании, которую они разделяют, и для них она важна? Скорее, я свою ценность вижу в формировании среды, в которой мужчина доосознает свою цель. И я очень верю в HR-инструменты. То есть поскольку у нас HR-консалтинг занимает существенную долю вообще в портфеле услуг, то я верю в эти инструменты, мы самими пользуемся. И диалоги о развитии. Я считаю, это очень важные диалоги. То есть встречаться с людьми и спрашивать, чего они хотят, куда они двигаются, чего им не хватает, во что они верят, что их вдохновляет. То есть вот опять-таки про вопросы, которые остаются с человеком, люди уходят, эти вопросы заставляют их искать ответы. И, собственно, это и сонаправляет. И постоянно рассказывать, а куда двигаешься ты. Потому что нужно продавать не только клиенту, нужно продавать и внутреннему сотруднику. Образ мечты, вдохновляющий образ. Это есть среда. На мой взгляд, это среда, в которой ты можешь рассказать, что строишь ты, и они могут, в общем, задаться вопросом, насколько это совпадает с тем, что для них важно. Но при этом ты должен понимать, что то, что ты строишь, оно должно быть еще какое-то миссионерского направления, чтобы людям это было интересно. Потому что ты скажешь, мы строим что-то, чтобы заработать денег, люди в какой-то момент, получается, с тобой денег заработать, дальше идут там, где будет энергия. Да, да. Я верю, что в амбициозных, в больших целях много энергии. И, конечно, деньги тоже важный очень показатель. И я не очень верю в философию нищих. То есть то, что у нищих философия нищая. То есть сначала надо заработать много, и потом как-то менять мир. Это тоже важное составляющее. Я не хочу ее обесценивать. Но цели должна быть сильно больше, чем деньги. Мы сейчас к этому вернемся, потому что я последнюю все на эту тему веду. Смотри, вот та схема, которая в России считается наиболее правильно работающей, это папа работает, мама красивая. Как шутят мои ученицы, да, я работаю, папа красивый. Есть у них такие схемы, потому что действительно это часто видно. Она такая вся работает, а у мужика есть куча времени, он там фитнес, ходит в баню, такой сильно красивый. Наблюдая вашу семью, я вижу, что у вас все работают и все красивы. Как у вас этот баланс выдержан? Ты работаешь часто достаточно много. У тебя дети, у тебя муж, который тоже работает, и является генеральным директором твоей компании, и несет на себя основную нагрузку, я подозреваю, связанную с бизнесом. Он тоже красивый. Как это вот внутри семьи выстраивается этот баланс? Ну, он выстраивается, конечно, тоже не сразу и требует постоянного осмысления. То есть то, что мы пришли к такому балансу, это тоже большое количество внутренних наших разговоров и осознаваний, и движений навстречу друг другу. И женщине, которая хочет оставаться в балансе с работающим мужчиной, я верю, что надо все время помнить, какую она роль сейчас исполняет. Мы в бизнесе, я исполняю роль менеджера, и там я могу одни компетенции проявлять, а дома я исполняю роль жены. Я себе прямо спрашиваю, Наташа, ты чего хочешь? Доказать, что ты такая вся успешная или быть счастливой женщиной? Я напоминаю себе, что я хочу быть дома счастливой женщиной и, в общем, спокойно отступаю. И я вижу, что у работающих женщин вот эта ловушка успеха, конкурентность, вот это ощущение, что вот такие компетенции мне помогают, я могу быть настолько убедительной, что могу переиграть в споре кого угодно, но это мне очень хорошо в бизнесе. Но это совершенно точно не нужно мне дома. То есть вот это понимание, оно тоже не сразу случилось. У тебя внутри какой термин? Субличности, роли, игра? Вообще в любых терминах спокойно у себя мысли, но просто поскольку психофакт первый, то субличности, конечно, будет. Субличности. Что для тебя является триггером переключения? Вообще есть некоторое количество ритуалов, которые мы создали из-за того, что мы проводим очень много времени в работе, то есть мы буквально выходим утром из дома, и когда мы садимся в машину, мы едем вместе на работу, мы работаем вместе, мы возвращаемся вместе домой, мы проживаем дома нашу жизнь. Соответственно, вот мы сели в машину утром, мы включились, про работу мы едем, мы обсуждаем, какие ключевые задачи сегодняшнего дня, то есть очень понятный триггер. Мы в машине, это движение туда, к бизнесу. Какие там сложности есть, какие вызовы перед нами стоят, как мы будем их решать, какие, может быть, этические сложные моменты, но которых в бизнесе тоже много. Как только дальше мы работаем, и в работе, я верю, что дома папа главный, безусловно, генеральный, на работе главный, безусловно. Все играем на генерального. То есть есть понятные правила, которые помогают всем двигаться. И можно потратить кучу энергии на то, чтобы вставлять палки в колеса, но это бессмысленно. И вот в моменте «все играем на генерального» и здесь все очень просто. Все ведут себя как командные игроки, либо забирают ситуационное лидерство, когда это нужно. Например, моя экспертиза в этом вопросе больше. Я забираю лидерство на себя и как-то решаю этот вопрос. То есть как только эта ситуация закончилась, я снимаю погоны лидерства и совершенно спокойно принимаю, какие будут другие задачи. Но когда мы садимся и едем домой-обратно, мы не должны разговаривать о рабочем дне, каким бы тяжелым он ни был. То есть на работу едем, о работе говорим, с работы едем, на работе не говорим. Мы говорим о деятях, о путешествиях и все остальное. Совершенно точно. То есть это ритуал включения и выключения субличности. Да. Если случается какая-то ситуация, тебе домой звонят по работе, срочно надо реагировать. Как ты переключаешься? Ну, совершенно понятно, что я стараюсь, чтобы... Надо как-нибудь показать фотографию, как это выглядит. Понятно, что даже в отпуске звонят, и это означает, что... У меня есть некоторый цикл фотографий, где я сняла супруга, он же генеральный, когда он ходит в наушниках вдоль моря или океана. Слушай, всем это понятно, потому что мы все это проходили или проходим регулярно. Все-все-все, ты уходишь из домашнего пространства, потому что ты другой, и ты не очень привычный для своих детей. Ты должен выйти из этого пространства, поговорить, решить вопрос и вспомнить, что на самом деле сейчас это время для тебя домашнего. И там тоже большое количество ролей. Я жена или любимая женщина, я мама. Это все совершенно разные истории. Мы иногда даже, когда едем домой, обсуждаем мы сегодня про что больше. Про то, чтобы побыть вдвоем, потому что надо побыть вдвоем. Или про то, что мы сегодня мамы и папы, которые выделяют время и энергию детям. Давай еще раз. Вот этот вопрос ритуалов, он очень интересный, потому что это то, в чем всегда упираются люди. Мы кто и где и какие. То есть то, что я слышу, то есть чаще всего получается предпринимательница, раскачивается его предпринимательское начало. И она все время предприниматель. Да, бывает. То есть уменьшается роль мамы, уменьшается роль жены, она все время все предпринимает. Ну, потому что, вот еще раз, это ловушка успеха. То есть это ей помогло, эти компетенции делают ее успешной. Вот в этом пространстве. Но надо очень сильно понимать, что в другом пространстве это тебя разрушает. То есть это тебя ограничивает, это не работает. То есть нужны другие компетенции для других пространств. Когда в рамках домашнего пространства возникает задача из бизнеса, то есть получается правильно из этого пространства выйти, побыть бизнесменом или бизнесвумом, да? Да. И вернуться в это пространство. Совершенно верно. То есть когда тебе звонят по работе, ты уходишь в другую комнату, на улицу. То есть как у тебя это происходит? Буквально ухожу в другую комнату, если мы дома. Или если мы где-то, то выхожу из ресторана. То есть при детях о бизнесе не говорим? Ну, да. Мы при детях о бизнесе не говорим. Вот если совсем просто, да, не говорим. Хорошо. Я у тебя услышал, что, смотри, есть мама, есть любимая женщина, и мы по-разному проводим время. Вот расскажи об этом подробнее. Ой, еще там очень много субличностей, если возвращаться, потому что есть, даже в отношении в бизнесе, я лидер, я командный игрок, ну, то есть я функциональный лидер, то есть я ситуационный лидер, проектный, да, то есть вот я функциональный лидер, я отвечаю за направление деятельности, я командный игрок, то есть вот я соратник по обсуждению будущего компании, то есть у меня очень много ролей. Вот это вот тоже все время осознавание, я сейчас где и про что, оно очень важно, то есть потому что для каждой роли вот эти элементы нужны. С дома все гораздо легче, потому что для меня вообще вот быть женщиной, это быть с мужчиной, то есть потому что мужчина мне все время показывает, где, в общем, про что я как женщина, да, то есть вот, и поэтому, когда я говорю про вот жену, то мне кажется, это совершенно, я не претендую на какую истину, но мне кажется, что роль жены это в том, чтобы создать безопасное эмоциональное пространство для мужчины, чтобы он мог реализовывать свои мечты. И естественно, естественно, внутри этих мечт очень… Феминистки нас закидают. Да, да, хорошо. И естественно, что мечты должны быть настолько большими, чтобы они очень экологично вмещали и мои мечты. Ну, то есть они просто у меня существенно меньше при всей моей амбициозности, я это тоже спокойно принимаю. То есть вот я очень амбициозна, достаточно успешна, но я очень спокойно принимаю, что вот есть его мечты и моя задача как женщины и как жены создать эмоционально безопасное пространство, в котором он может набираться сил и думать, и реализовывать, в общем, набираться сил. Как ты помогаешь мужу разобраться? Вот изначально мы все из Советского Союза, да, и все наши мечты, вот я вчера свою мастер-группу разбирал, все наши хотелки, они очень мелкие. Машина, квартира, ну, мелкие для предпринимателя, да? Да, да. Машина, квартира, путешествие. Да, вот на этом все останавливается. И дальше он, как бы, ему ничего больше не нужно. Как ты мужу создаешь вот эту новую, помогаешь создать новую картину, как эта картина формируется? Потому что как человеку, который вырос из Советского Союза, и для которого счастьем был автомобиль, да? И собственная квартира. И собственная квартира, и дача, и там, знаешь, как бы, я когда рассуждаю, говорю, то, что мы имеем там к 30 годам, наши родители всю жизнь хотели, и не факт, что получали, да? И наши дедушки, и бабушки, там, если еще поколение смотреть, то есть мы там вообще живем, вот, вообще фантастично. И как вот эту программу рода, из нее выйти, двинуться дальше? Ну, ладно, если тебе Бог амбиции дал с детства. Есть такие счастливые люди, которым предназначение амбиции дается с детства. Я называю поцелованную в макушку. Да, их очень мало, как правило, у них нет таких проблем, они нам вот фигачат. Хорошо, есть люди, которых очень сильно в детстве травмировано. Тоже у них получается очень сильная мотивация выставить зону комфорта. Они устраивают машины, квартиры, то есть, вот. А что делать остальным? 99%, да? Которые понимают, что они хотят расти, у них есть для этого потенциал, ну, как большинство мужчин, да? А что дальше? У меня там 200-300 тысяч зарабатывают, в пиццере это вот зона комфорта, по предпринимателям малым, да? Что делать дальше? Вот как ты мужчину своего помогаешь, окрыляешь, вот какую-то технику делаешь, упражнения? Или он сам такой, так, все, мы покупаем яхту там, или едем на Гавайи, или едем… Значит, я бы сказала так, что у мужчины есть всегда на моем как бы опыте две цели. Одна цель – за пределами жизни, и я верю, что он даже может ее не обсуждать с женой, я не знаю цель, а Миша – за пределами жизни. А есть цели ближайшего периода, то есть это 3-5 лет, то есть это когда мы формируем единое будущее, потому что когда мы говорим «давай жить счастливо», очень важно наполнить, что есть счастливо мое, и что есть счастливо его. И поэтому вот о целях ближайшего периода мы просто много разговариваем, и задаемся вопросами, прям вот если совсем вот технично, мы много читаем для того, чтобы понять вообще, что есть в мире, встречаемся с интересными людьми, смотрим на пары, которые нас вдохновляют, смотрим на какие-то истории, которые, может быть, мы уже там интерпретируем спустя столетия, но которые тоже как-то вот оставили вмятину на глобусе люди, и они были парой. То есть вот эти вещи для нас являются интересными к обсуждению. Мы обсуждаем, то есть что в нашем сегодняшнем понимании помогло этим людям двигаться вместе, реализовывать как-то вот цели мужчины, и при этом чтобы женщине было хорошо, комфортно, интересно, амбициозной женщине, непростой женщине. Как стать амбициозной женщиной? Как стать амбициозной женщиной? Вот это я не знаю, это мне досталось. Вот это вот прямо вот, когда отгружали всем разные таланты, мне отгрузили амбиции, и я вот с ними живу. То есть у меня много идей, у меня много каких-то мечт, которые совершенно давно закончились с точки зрения вот этого классического сценария дом, машина, яхта. Ну то есть да, это всё нужно, это нормальный базовый пакет, и пусть будет. Ну в общем мечт много, и они настолько ещё многие не реализованы, значит, я, в общем, ищу. И для меня вот есть одна из, ну как бы профессиональная мечта, это создать какую-то систему быстрого образования для взрослых людей, которая именно в психологическом поле лежит. Потому что, мне кажется, мы очень мало людей, ну мы не учим этому в детстве, потом люди мало соприкасаются с этим, с простыми ответами на вопросы, как защищаться от стресса, как быть вот просто счастливым в каждодневной деятельности, как отличить гордыню от, не знаю, от действительно твоих выборов. Ну то есть вот все вот эти простые моменты, с которыми нужно... Как стать амбициозной женщиной. Как стать амбициозной женщиной, да. Надо говорить, что это подарок судьбы. Но я совершенно точно думаю, что если в эту сторону... Я в эту сторону не смотрела, у меня не было потребностей, но если в эту сторону посмотреть, то там тоже есть техники и подходы. То есть, а, научиться осознанности, вот этой рефлексии, у меня вот профессиональная мечта учить людей делать это быстро в своей жизни. То есть, как это... Насколько это возможно, научить человека быстро делать? Не знаю еще, Андрей. Потому что вот я, учась сейчас взрослых, уже там пятый год, я вижу, что, ну, белковые связи настолько медленно формируются, еще взрослые, они настолько привыкли к своим стандартам, стандартам какими-то решениями. Это год, год и от года. Да, ну ты, то есть, вот, ну, даже психологи делятся на два лагеря, одни считают, что человек не меняется, ну, то есть, он набор привычек, установок, и все установки сформированы в детстве, и все, что мы можем, это слегка припудрить какую-то историю. Есть те, которые стоят на другой позиции, что скорее, да, человек меняется, но даже внутри этого лагеря есть разделение, одни считают, что он меняется. Вернемся в нашу команду, можно, потому что мы, как это, как два психолога, можем долго говорить о профессиональной теме, да. Смотри, женщина-предприниматель, успешный бизнес, там, 10 обычно лет, 7-10 лет такой, да, обычно приходит в состояние, что все, я такая сильная, классная, а мужик все слабеет и слабеет, что с ним дальше делать? Ну, первый вариант простой, развестись. Да, то есть это тоже такой вопрос, как бы никто не знает, правильно ли это, неправильно, да, то есть второй вопрос, что делать с мужем, что-то делать с мужем, или с отношениями, наверное, правильно. Из своего личного опыта, что бы ты посоветовала? Я понимаю, что универсальных решений нет, что мы можем ей посоветовать? Строить отношения. С мужем по-новому? Да, контрактоваться по-новому. Для меня это очень важные кризисы, которые пара проходит, и в этих кризисах пара контрактуется на следующий период, оставляя как бы те вещи, которые им мешают и формируют. То есть мужчина не хочет контракта нового, его все устраивает, ему хорошо, отчего? Ну, это тоже допущение. То есть вопрос в том, что... Понятно, что если энергия была смещена в бизнес и там отношения сложились к какую-то гиперопеку по отношению к мужчине, почему он не проявляет ответственность, то надо попытаться разрешить, чтобы эта ответственность начала происходить. А да, это еще начинается. Я ему что-нибудь дам, у него руки кривые, все упадет. Конечно, обязательно упадет и как-то спокойно к этому отнестись. И, конечно же, прекрасная женщина может сделать это в 150 раз быстрее, эффективнее, удачнее и все такое. Ну, в общем, надо ждать, пока упадет, поднимет, поедет за тортом, уронит его на парковке, поедет за новым тортом. Недавно мне тут рассказывали. Ну, в общем, по-разному. Да, да, поедет за новым тортом, привезет новый торт. И не надо плакать на этой парковке. То есть ситуация такая, да, что если энергия смещена в сторону предпринимательства, из отношений она все забрана, то кроме как ее назад перераспределить и переконтрактить, создать новый договор и начать меняться, в принципе, другого способа нет. Другого способа нет, но тут надо понимать, что энергия в этом смысле, она не конечна. То есть ее можно постоянно набирать для решения совершенно разных задач. Когда мы смотрим на эту классическую, не знаю, колесо баланса или звезду джинджера, когда все любят разные инструменты, мы говорим только про одно, что если у вас есть очень выражено в одном, ну, успех, там, достижения, какие-то там предъявимые вещи, то в такой же степени выраженности вы можете это получить и в другом лучике, или вы в элементе круга. Ну, то есть это все может с вами происходить. То есть вы способны до такой степени проявлять это. Ну, так начинайте это проявлять в отношениях с мужчиной. Правильно я услышала, что на самом деле, когда такая ситуация, женщина, она очень выгодна, потому что контроль, предсказуемость. Есть все подконтрольно, предсказуемо, гиперопека, он никуда не денется, он без денег, да? То есть это вот про это, да? То есть это какой-то внутренний страх, судя по всему. Ну, безусловно, потому что понятно, что мужчина в состоянии, ну вот, я не люблю слово подкаблучник, но оно бывает, кстати, с позитивным, особенно когда мужчина себя уважает, они говорят, я подкаблучник, я там соглашаюсь со своей женщиной, там вот это все. Я сейчас скорее говорю о вынужденной истории, да, и мы вытесняем вот всеми этими недовериями, а не делегированием ответственности, мы вытесняем все время права у мужчины становиться мужчиной. То есть он должен принимать решение, он должен нести ответственность, он должен быть токурчиком. Чисто русская парадигма, да? Ведь существует западная, это американская модель семьи, где мужчина спокойно занимается детьми, ходит там в садиках, водит, сидит дома, она работает, потому что она успешна, успешна как предпринимательница, да? Нам эта модель некомфортна, так сложилась? Ну, мы это тоже, мне кажется, в силу вот такого заимствования культуры начинаем это принимать, и я вообще верю, что каждая пара вполне самостоятельно может определить, какая модель для них успешна. Мы знаем огромное количество писателей и поэтов, которые жили вообще в тройственных союзах, да? Ну, то есть как бы каждый вообще вот союз определяет, что для них союз. Нет, же социум, наш такой устойчивый социум, который начинает говорить, что мужик должен работать, ты сидишь дома, воспитываешь детей, пыль вытираешь, есть, готовишь, вот. Ну, когда женщины вышли в бизнес, они уже как-то приняли этот вызов и, в общем, научились с ним жить. Соответственно, дальше вопрос, какой будет выбор следующим? ну, то есть действительно все, ну, то есть может ли быть, там, не знаю, английская семья, американская семья? Ну, конечно, может. Ну, то есть я вообще не вижу никаких сложностей в этом смысле. Есть ли какая-то предопределенность в русской, там, семейной традиции, там, ну, конечно, тоже есть, да? Но дальше, вот опять-таки, это вопрос семьи, это вопрос вот этого союза двоих, как они решают выстроить свои отношения. Просто в какой-то момент русские женщины настолько забирают право у мужчин решать, что потом, когда они даже хотят контрактоваться, там уже практически что, решать нельзя? Разговаривать не с кем. А я что хочу, да? Это или это, да? Да, но это все. Но русская женщина очень сильная. И это тоже, на самом деле, проблема, потому что столько сил и с ней надо научиться справляться, чтобы это стало... То есть второй курс будет, как научиться женщине справляться с силой, да? Совершенно точно. Потому что это может быть проклятием, эта сила, а может быть, наоборот, твоим каким-то ударом. Ну, про женщину слышал. Значит, если ты много забрала энергии, то есть, если ты хочешь построение других отношений, тебе надо просто по-другому переконтрактировать и распределять. Другая ситуация. Мужчина-предприниматель, женщина, и у женщины очень мало амбиции, ее все устраивает, она всего боится, и он постоянно понимает, что его это ограничивает. Что он может в этой ситуации сделать? Ну, вариант развестись. Понятно, да, он самый простой. Не факт, что он приведет к какому-то результату, потому что от себя с собой не развестись. Вот в чем самая грусть большая для людей. От себя не убежать. Что ему делать? Вот есть такая вот женщина-батарейка, она мне не штырит. Как сделать из нее батарейка? Такие много слышу вопросы. Ну, когда он встретил эту женщину, она что-то ему давала. И, скорее всего, вот как раз эту эмоциональную теплоту. Просто, когда он стал сильно меняться, ему, видимо, стало больше нужно теплоты. То есть, надо разобраться, что в этих отношениях по-прежнему остается ценным. И тоже об этом начать разговаривать. То есть, я вообще верю, что о большинстве вещей можно разговаривать, оберегая друг друга достаточно экологично и двигая друг друга именно в сторону поиска того, что мы ожидаем друг от друга, чтобы двигаться. Ну, хорошо, вот он проговаривает с ней, да, она ему транслирует, что я боюсь быть богатым. Что ему дальше делать? Ну, если он давно в бизнесе, то он понимает, что надо принять эти риски и ответственность на себя, рассказать, что ничего страшного, как быть богатым. Я тоже немножко боюсь, но в принципе вместе мы справимся. А все, что мне нужно, чтобы когда я прихожу домой, ты меня продолжала гладить по голове, как ты меня когда-то погладила, когда мы... У меня вот есть прекрасный бизнесмен, который рассказал, что он влюбился в жену, они были на картошке, он уже достаточно взрослый, соприкорижеал Советский Союз, они были на картошке, она его погладила по голове, он понял, что он хочет, чтобы она его гладила много лет, потом как-то в обычной жизни это потерялось, и, собственно, тут они недавно вспомнили, и у них начались новые, новые романтики отношений. По-больше романтики отношений, то есть больше вспоминать, что нас притянуло друг к другу, то есть вот что стало важно. Опять получается субличности. Мы субличность пара, мы субличность муж-жена, мы субличность папа-мама. Конечно. И вот мы, судя по всему, полностью забываем с браком, субличность, мы мужчина-женщина, особенно в романтическом периоде, мы как-то папу-маму в основном уходим. Да, так более того, это страшно, когда, например, приезжая к некоторым парам, они называют друг друга не по именам, они говорят, мама, дай вот это. Папусик, мамусик, давай. Папусик, мамусик. Подождите. Так, это про что? Ну, то есть, вот очень важно себя осознавать. Но это опять оттуда же, да? То есть, нас этому не учат. Да. То есть, мы берем то, как было у родителей, а у родителей было так, как было, а там советская власть так все перелопатила, что вообще как такового ничего не осталось. Все делалось с нуля, потом до ума не довели, бросили. Да, но тут еще для тех, кто хочет в этой теме разобраться, надо обязательно почитать «Травмы поколений» в интернете. Много об этом написано, разных материалов. И именно, как война травмировала наших женщин, то есть, потом, собственно, период воспитания, то есть, женщины фактически потеряли способность проживать чувства. Ну, то есть, для того, чтобы выжить, они загнали это и перестали чувствовать. И дети, выросшие в послевоенное время, это дети, лишенные материнского тепла. И, соответственно, им очень трудно дать тепло, другие все, что они могут дать, гиперопеку. У ребенка должно быть много еды, хорошая одежда. Мы же это начинаем воспроизводить, и общество потребления тоже во многом продиктовано тем, что с моим ребенком все хорошо, потому что он учится в очень дорогой школе, у него очень дорогие кроссовки, и он хорошо покушал. Здорово. А что у него там внутри? У него все дорогие игрушки, у него есть дорогой компьютер, он играет в дорогие игры. И на лето, на лето мы отправляем на три месяца. Ну, и дальше, в общем, в зависимости от бюджета. В английский лагерь, да, там, или в Майами, да. Что у него в это время происходит в душе, про что он, что ему было бы важно. Мы же вообще очень мало об этом говорим. Поэтому вот разобраться с травмами поколений, и мне кажется, там еще очень важный момент, как мы воспитываем мальчиков из-за того, что после войны мальчиков осталось мало, то, соответственно, вокруг каждого из них просто как продолжателя рода носились, и вот это клонирование этого стереотипа поведения перенеслось, в принципе, на мужчин. Мы вокруг них носимся, забывая о том, что, во-первых, мы живем в мирное время, они уже родились, не зная войны, мужчина должен нести ответственность, реализовывать свою большую мечту и цель. То есть как бы все. Ну, то есть как в том анекдоте, Вовочка, ты директор школы. Не хочу вставать, не хочу. А тебе, да, да, ты идешь. Слушай, интересная такая вот тема про мужчин. Про мужчин, про... Я согласен, что женщина русская жалеет мужчин. Да. Очень сильно жалеет, вместо того, чтобы выпихивать его на работу каждый день. Более того, я расскажу случай, который меня потряс, когда я, будучи как раз в университетские годы, я приехала к своей подружке, и у нее бабушка жила, и она говорит, девочки, идите наколить дров. А сидит брат подружки, Алексей такой, а я говорю, Леш, ну давай ты наколишь дров. И тут бабуля подскакивает, Алексей мне на кухне поможет. Я думаю, отлично. Мы, значит, должны дрова нарубить. А вас много у нас. Вот я вот понимаю, что это... Слушай, смотри, какой интересный вопрос. То есть получается, что за последние сто лет очень большое количество мужчин в России погибло. То есть революция, вторая революция, война, перестройка, это все привело к достаточно большому выбыванию мужчин. Абсолютно верно. Это привело к большому количеству женщин и очень к гиперопеке для того, чтобы с ними ничего не случилось и все остальное. В результате мы получаем мужчин, которые, в принципе, ничего особо решать не хотят. Им можно не решать. А, им можно, им разрешили не решать. Сначала мама, потом жена. Да. Хорошо. И поэтому мама говорит, хорошая жена, это которая тебе позаботится. То есть это не которая будет пробуждать в тебе амбиции. И не та, которая настолько тебе интересна, что ты встанешь с дивана и будешь что-то делать ради этой женщины. Она должна позаботиться тебе. Важно, чтобы женщина пробуждала амбиции. Ну, да. В моей картине мира, да. Вот так. То есть если у мужчин амбиции есть свои, если еще женщина их усиливает, либо пробуждает и говорит, я хочу дирижабль. Или хочу замок. Давай подумаем, как мы замок купим. Конечно, мужчина зарабатывает деньги, он даже толком не знает, куда их тратить. Это да. Я точно знаю. Соответственно, должна быть женщина. Да, давай вот это. Вот нам еще будет. Зайдем в любой магазин и просто сравним. Три этажа женских, один мужской. И кто такой вяленький, все там такие. Мужчина быстро сбегает, что-то покупает, убегает. Чтобы не холодно было, надо говорить. Да, да. Хорошо. Бизнес, женщина-предприниматель, дети. Дети – это тоже очень важная история и для мужчины, и для женщины. И я считаю, что очень важная ответственность мамы все время говорить про папу в уважительном тоне, даже если папа не прав. Можно отдельно с папой потом, как взрослым людям, поговорить, почему вот тебе кажется, что это какой-то этически неправильный выбор или еще что-то. Но в принципе, мама работает в этом смысле на папу и на его авторитет. Как ты общаешься с детьми? Дети тебя видят много, мало? Безусловный вопрос, потому что я до сих пор считаю, что они видят меня чуть меньше, чем это нужно. С собой я договариваюсь через то, что я просто даю другое качество проживания, когда я рядом. Но вот если честно, то я все больше сдвигаюсь в сторону вот этого поиска баланса. Мне кажется, что он еще не наступил. Я вижу, с какой стремительной скоростью вырастают. Вот двое уже старших, вот они уже выросли. Это хорошо, что есть еще трое младших, то есть можно там как-то проявить. И хорошо, что у меня за плечами первое образование это психофакт, который позволяет как-то понимать... Сейчас еще внуки пойдут. Да. Возрастная периодизация, вот это все, да. Но здесь, наверное, очень важно, что первое, и самое сложное, что мне было трудно понять, что это, ну, то, что всегда говорят, дети ваши, не дети вам, это другие личности. И нам повезло, что к силу каких-то обстоятельств они выбрали нас и проходят с нами этот путь. И спасибо им за это. И я верю, что все, что мы можем передать, это действительно ценности, в которых мы живем, и способность сохранять критическое мышление для того, чтобы когда наши ценности устареют, они, в общем, смогли себе задать вопросы, точно ли это так, и не переживали чувство вины, что они кого-то предали. Ну, то есть, вот глобальные ценности и возможность критического мышления. То есть, вот, наверное, мы с мужем видим с папой, да, вот с мужем, который в роли папы, мы видим вот на нашу ответственность в этой части. И, ну, и да, конечно, как добытчик, там, папа должен обеспечить там хороший уровень образования, еще что-то, но это все, да. Но вот мне кажется, что самое второе, самое важное, особенно для девочек, они должны знать, что, что бы с ними ни случилось, они всегда могут вернуться домой. Что бы ни случилось. И мы не будем их осуждать за это, потому что жизнь такая сложная, то есть, у них должен быть дом, и родительский дом для них всегда остается... Причем, мне поправка, для девочек, да? Для девочек. Потому что мальчиков надо пораньше выпихивать из дома и говорить, все, все, давай, 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 давай. Потому что, видишь, у меня мальчишки все, я вот вижу, что, ну, для мальчика, наверное, максимально важно делиться в какой-то момент от мамы. Тогда он начинает становиться мужчиной. Абсолютно. начинается в субличность родителей, и сколько ты там проводишь с Мишей? Ну, есть, наверное, так. Я в последнее время стараюсь по субботам и воскресеньям вообще не работать. Получается? Да, получается. И это уже, наверное, третий год. Ну, то есть, как это... Вот если про то, как я ищу этот баланс, потому что раньше я много, не только рабочую неделю, но еще и выходные, как-то там раз через раз отдавала клиентам, там, партнерам. Нет, сейчас я очень осознанно делаю какие-то такие исключения, если вот уж очень это надо. Ну, и то, в общем, задаюсь вопросом, насколько это надо, или это такая тоже определенная ловушка. Вот, поэтому есть... мы в виртуальном поле мамы и папы, которые думают о том, в какой лагерь направить, какое образование дать, и это тоже время, в котором мы, в общем, в которое мы инвестируем в наших детей, как я это ощущаю. Есть реальный контакт, в котором мы находимся, и... то есть, ну, вот, это... я говорю, что, на мой взгляд, пока этого времени все равно недостаточно, но это просто вот, там, полтора-два часа вечером, и, соответственно, полностью выходные, поэтому мы стараемся что-то придумать на выходные, чтобы эмоциональность проживания была насыщенной, потому что я верю, что дети вспоминают, там, вместе приготовленные блины, когда там забрался к папе с книжкой, он тебе почитал, там, какие-то, там, три страницы, то есть, это не так много, вот, то есть, ну, нужно просто захотеть и предоставить это пространство, поэтому, когда я говорю про роль мамы и папы, я говорю, что надо прийти и сказать, мы сейчас мамы и папы, ну, то есть, это не обязательно объявлять, но надо сказать, если вы хотите, вот мы здесь, и это не обязательно, что нужно пойти и начать с ними играть, но если они не хотят играть... Ну, то есть, ты говоришь, дети, вот, мы в вашем ресурсе, да, вы сами решайте, Будете ли вы с нами что-то сегодня делать, да? Да. Заживай, дети сразу что-то придумывают. Достаточно быстро. Да, но иногда нет. Но иногда они говорят, ой, нет, обхлечения. У нас тут, да, у нас тут все своя жизнь. Смотри, вот классическая картина опять, которая в моей голове, да, там? Бог, муж, жена, дети, да? Когда жена, добыча, главное, в семье? Все равно мужчина, Бог, после второй, после Бога. То есть опять, получается, она, приходя домой, переходит в жену. Да. И если, и старается субличность предпринимательницы не тащить домой. То есть как только она ее притащила, она стала вторая после Бога, и она тогда становится мужчиной. Первая после Бога она стала, становится мужчиной, он становится женщиной, и понеслось. Да, и, соответственно, очень странно ожидать какого-то другого поведения от мужчины. То есть она заняла вот эту роль. Ну вот, получается, как только гендерный сценарий. То есть пол-то мы поменять не можем, но гендерный сценарий меняется очень легко. Как только гендерный сценарий у женщины стал мужской, мужчине ничего не остаётся, кроме как забрать всё остальное. Конечно, потому что если он хочет сохранить отношения, это всё, что он вынужден принять. Забрать женскую ответственность, женские полномочия. И это его выбор, то, что он остаётся в этой ситуации. И во многом это тоже его доказательство, что для него эти отношения ценны. Я думаю, возможно ли такое выстроение, если нет любви в семье и нет потребности в энергетике. Вот такой вот брак, так сложилось, она так успешно понимается. Это же надо в субличность войти. Ради чего войти? Для того, чтобы быть любимой женщиной, надо быть фактически любимой женщиной, женой. А если нет этих чувств, то нет энергии для того, чтобы быть там. То есть получается, как в суперконтроле всё понятно. Всё предсказуемо. Предсказуемый муж, предсказуемый ребёнок. Муж взял ребёнка, пошёл. Я вообще верю, что надо просто разрешить себе быть любимой и счастливой. И задаваться вопросами о том, как в паре и в отношениях строится любовь. Ну, как строится отношение, как строится любовь. Как в паре строить любовь, когда вы уже 10 лет в браке? Вот такие вопросы актуальные. Да, как строить, когда вы 10 лет в браке и кажется, что уже ничего не измените, что вы всё друг про друга знаете и предсказуемые, и вообще до тошноты друг для друга. Ну, перезапускать эти вопросы и продолжать задавать вопросы, что меня притягивает в этом человеке, почему я по-прежнему с ним и стоюсь. Привычка, скажете. Ну, так и нет. Но тоже надо всё время держать фокус на том, что я хочу, чтобы в моей жизни была любовь. И я верю, что я могу построить любовь с этим мужчиной. Опять сейчас уйдём немножко в сторону. Это про отношения. Мы сегодня, наверное, женщина-предприниматель, многодетная мама. Смотри, у нас уже там время всё капает. Докапало уже. Да. Вот есть определённый стеклянный потолок. Он у всех одинаковый, да, но статистически по предпринимателям я его там вижу сейчас в районе 200 тысяч рублей. До этого стеклянного потолка человек идёт достаточно быстро, связанное с тем, что это количество денег, которому нужно на комфортную для него форму проживания. Да, то есть, как правило, вот эта сумма, когда он может платить ипотеку, купить машину, путешествовать, ну, вот так. Ну, спокойно обеспечить вот этот вот, конечно, не минимум для большинства, но минимум для предпринимателя. Для того, чтобы двинуться дальше, нужно делать уже сверхусилия. Для них нужны уже вещи, связанные с энергией. То есть, если там изначально была морковка сзади, судя по всему, ну, то есть это привычная для меня картина реальности, я хочу в ней жить. Причём, в зависимости от того, насколько у тебя картина этой реальности привычна, то есть определяется квартира, машина и всем остальным. А вот дальше, получается, морковка сзади перестаёт работать. И нужна морковка спереди. Какие примеры, какие упражнения, какие открытия, что человеку, какие вопросы себе задать, чтобы вот разобраться с этой морковкой спереди. Я вообще верю, что пока не придёт новая цель, никакая энергия не придёт, соответственно. Как разобраться со своей целью? Читать. 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 Давай три книги, которые ты рекомендуешь прочитать людям, чтобы найти свою цель. Рэй Далио «Принципы» мне нравятся из последних вещей. Ну, Джо Диспенса «Сила подсознания». Ну, мне кажется, это вот такая совокупность, потому что, в принципе, этот, ну, для меня более ясная картина, чем «Семь навыков Кови». То есть, мне кажется, там больше. Так, кто-то с супруги дали «Семь навыков счастливых семей». Казалось, очень интересная книжка. Да, я не знаю. Они дали три книги, всего пять, шесть дали всего книг. Это такая очень интересная оказалась. Я вот думаю. Ну, наверное, всё равно «Семь навыков прочитать Кови» надо, когда мы говорим про предпринимателей. Там нет про цели в этих вещах. Вот тут вопрос, понимаешь? Вот откуда взять цель, я вот сейчас думаю, откуда взять цель. Где взять энергию? Даже знаешь, только где взять энергию для того, чтобы сдвинуться дальше, да? Вот вопрос, понимаешь, с каким кабинетом себя приходит? Там «Я хочу миллион». Я говорю, давай разбираться, ради чего тебе этот миллион нужен. Сейчас всё выясняется, что нет ради чего или кого. Нет предназначения, нет вдохновляющей цели, поэтому нет энергии, чтобы к этому учиться. Да, потому что, я говорю, дальше начинается сверхусилие. А сверхусилие – это значит, что нужна энергия. А энергии-то нет. То есть не будешь ты этого делать. Понимаешь? И вот у меня сейчас вообще этот, наверное, следующий год будет посещен полностью исследованию, упробирование этих методик, как человеку помочь увидеть свою цель, которая вдохновит и позволит им выйти на следующий уровень. И там вот всё время только предназначение. Понимаешь? Там уже материальный план не работает. Да, да, то есть что-то должно быть большее, чем ответы на физическое выживание. Путешествие. Ну, то есть вот я думаю, что меня отвлекает в понимании моего предназначения. И много детей. Много детей – это понятно. Дети – это такой, знаешь, безусловный фактор, которому всегда нужны деньги. Нет, они просто тебя сталкивают с какими-то другими пониманиями мира. То есть не обязательно, что это могут быть твои дети. Вообще я думаю, что можно брать детей из детских домов и воспитывать их. Ну, то есть как-то… Потому что каждый ребёнок – это минимум 50 рублей в месяц. Это понятно. Нет, нет, потому что четверть детей – это 200 минимум просто. Да, да. Причём это просто деньги, которые отдал, и их нет. Возьми и отдай. Да, и всё. То есть получается там, это на тебя нет, ни на квартиру, ни на что нет. Поэтому я тоже всем говорю, что много детей – это самый простой путь. Потому что мы, судя по всему, переходим на уровень очень глубоких инстинктов. То есть, скорее всего, инстинкт выживания. Они по энергетике всегда очень сильны. И они, самое главное, безусловные. То есть они нам где-то в таких программах заложены глубоких. Это хороший путь. Но опять, детям не нужны миллионы, как правило. Да. И вот если человек говорит «я хочу». Ну, дети могут дать как раз вот это ощущение цели, когда ты вдруг вообще возвращаешься в своё детское «я» и вспоминаешь, ради чего ты всё это затеял. Вообще вот возвращаться к себе, вот к своему детскому «я», чем я хотела заниматься в 5 лет, и что внутри этой профессии мне кажется ценным. Тимофей Кариба у меня был, он сказал, «Хочешь найти своё предназначение?» Иди к родителям, спроси, в чём ты в детстве залипал. Да, да. Всё, потому что я с вами удал сейчас тоже, хочу послушать учеников, потому что я вспомнил, чем я залипал. Думал, что-то у меня давно этого не было, надо попробовать. То есть, знаешь, и действительно можно поискать своё предназначение в моментах, когда не было ещё социального давления сильно. Да. То есть школа, института, посмотреть с тебя до 6-го, до 7-го класса, может быть там… Когда как раз тебе вот этот сценарий ещё не успели встроить. Машина, дача. То есть до этого был ты таким, каким ты пришёл в мир с твоим предназначением. И вот, ну, наверное, в минуту уже стоит возвращаться. Получается, достаточно много у нас истории лежит в ребёнке нашем. Энергия лежит только в ребёнке нашем. Не только. Эмоции, эмоции лежат в ребёнке. Нет, почему есть и эмоции взрослого. Но детская я сильная с точки зрения эмоциональности, поэтому там много сильных ответов. А дети, которые живут рядом с тобой, они позволяют к этому детскому я легче возвращаться, к этому более глубокому диалогу с собой. Хорошо, время у нас давно уже стекло. Спасибо тебе большое. Просто у меня там начинает набираться ещё рой вопросов. Я понимаю, что можем тут ещё там вторую передачу записывать, третью, четвёртую. Уважаемые слушатели, мы закончили. С вами был интернет-буржуандр Рибы, Наталья Боробякова. Что там хочешь пожелать? Я желаю, чтобы все научились строить любовь. Дом-2. Строим любовь в дом-2. Ну, не в таком формате. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...